Мир вам, народ Божий! Слава Богу за эту благодать, которую мы с вами переживаем, которой живем и движемся и существуем, и все это Божья благодать. Тема сегодняшнего нашего рассуждения – это первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. Библейский образ мужа. Ну, это всем мужьям, наверное, в первую очередь касается. Ну, а остальным, я думаю, всегда мы найдем урок, который можно взять для себя. И сестрам, и детям, и молодежи. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Сначала главы 3, тут обращается он к женам. Смотрите, он женам написал 6 стихов, о мужьям 1 стих. Ту Библию носит с собой собрание, вы обратите внимание. И женам он больше о красоте пишет, потому что они красивыми хотят быть. А вот здесь показано именно, разбирали братья, вот эту красоту, которая с годами не тлеет. Мы все, особенно женщинам, сестрам, хочется быть красивыми. Но годы идут, и лет 40 назад или 30, я не такой был. И вы смотрите в зеркало, мы-то меньше смотрим в зеркало, а вы побольше. И смотрите, и вы не такими были. Мы пытаемся как-то удержать это время, а время идет, и оно отлаживает на нашу внешность отпечаток. Но есть красота, которая нетленная, которая с годами не уходит. Об этой красоте прежде говорилось, это что касается сестер и жен. И вот этой красотой, как кто-то выразился, что красота спасет мир, красотой-то вы этой и пленяете в основном сердца-то наши, вот этой внутренней красотой, которая с годами, она открывается больше и больше. Поэтому, сестер, благослови Бог вот этой красотой, которой описывает апостол Петр. А вот нам, мужской половине, говорится слово Божие сегодня, чтобы мы обращались благоразумно. Мне недавно пришлось быть в лагере с молодежью. И там беседовать и с братьями, и с сестрами. И вот с сестрами беседуя, перед беседой, я говорю, с сестрами перед беседой, вернее, с братьями, дал бумажки сестрам. Я говорю, какого бы вы видели, хотели бы видеть молодого человека, или, к примеру, вашего будущего мужа. И вот я вам зачитаю, что они написали. Изучающий Слово Божие, постоянный в служении, мудрый, серьезный, добрый, вежливый, сильный духовно, лидер, мужественный, ответственный, заботливый, боящийся Бога, негордый, любит Бога и окружающих, смиренный и кроткий, помогающий окружающим, свыше рожденный, священник в доме, красивый и молодой, почитает родителей, кроткого и молчаливого духа, даже, видите, богобоязненный, терпеливый и долготерпеливый, снисходительный, мужественный, отвечающий за свои поступки, дела и слова, верный, имеющий правильных друзей, скорно слышали и медлен на гнев, добродетельный, благочестивый, настоящий христианин, рассудительный, целомудренный, подражает Христу, не ищет своей выгоды, нераздражительный, нежный, хозяйственный, трудолюбивый, сострадательный, прощающий и любящий. Смотрите, какие качества написали, это девчата еще незамужние, незамужние, но они хотят видеть в нас, братья, к нам сегодня вот это слово, они хотят видеть в нас вот эти качества, а эти качества, они сами по себе не рождаются в нас, мы не рождаемся с этими качествами, у нас как раз все природное, но обратное, мы и нетерпеливые, мы и завистливые, и гордые, особенно мужчины, мы же всегда хотим сверху держать такую власть над слабой половиной, и встает вопрос, а как мне это быть вот таким вот, по этой характеристике, как мне все это выполнить, потому что это все взято в основном, и они правильно написали, и слово Божие, чтобы настоящим христианином был, и вот нам сказано, теперь обращайтесь благоразумно, а что такое благоразумно с женами, когда мы рассуждаем в слове благоразумие, то мне сразу вспоминается Евангелие Матфея, седьмой главы, 24 стих, кто слушает слова мои и исполняет того, уподоблю мужу, какому, братья, сестры отвечают благоразумного, братья, благоразумному. Что такое благоразумный? Благо – это добрый, а разум с разумом что-то связано, то есть добрый, здравый, трезвый разум, благоразумный, рассудительный, и благоразумный, я не знаю, согласитесь вы или нет, но я поставил бы, почти можно поставить знак равенства, мудрый, благоразумный. Помните, Иисуса Навину написано, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано», тогда ты будешь поступать благоразумно и будешь иметь успех. Тогда ты будешь иметь эту мудрость. Значит, какое средство нам для того, чтобы благоразумными нам быть? Вот кто слушает слово это и исполняет, это касается нас. Написано, будешь особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Слушает, вникай в себя и в учения, и занимайся этим постоянно. И тогда ты будешь поступать благоразумно. Точно так в первом псалме. В законе Господа воля его, и в законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, которое приносит плод. Поэтому нам средство дано, братья, возлюбленные, мужья. Дано вот это средство, вникая в себя и в учения. Тогда ты научишься поступать благоразумно. И наше отношение к Слову Божию и к Богу, оно в нас, как говорят нынешние проповедники, генерирует или производит вот это благоразумие. А сами по себе. Вы обратите внимание, тот, кто слушает и исполняет, того Бог говорит, уподоблю мужу благоразумному. А кто слушает и не исполняет, уподобится. То есть сам уподобится. Не Бог его будет уподоблять. А он сам уподобится. Даже мужем его не называет, Писание. Человеку безрассудному. Так у нас сегодня вот два выбора, мужья, дорогие. Каким нам оказаться? Так вот, муж благоразумный, он обращается с женой благоразумно. Еще хочется напомнить местописание. Написано, разум верный у всех исполняющих Слово Его. Без вот этого благоразумия и этой мудрости мы будем жить по стихиям этого мира. Как мир живет по нашим природным качествам. Ну, а как мир живет, это нам известно. А вот это благоразумие и мудрость, Иаков пишет, что она сходящая свыше. Мы не сами ее. Когда мы вникаем в Слово Божие, в себя, она исходит свыше. Дух Святой работает, как мы слышали, вот эта благодать. И производит у нас благоразумие вот эту мудрость, сходящую свыше. Она, во-первых, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Вот это характеристика этой мудрости, сходящая свыше. А это надо для семейной жизни. Без этого хаос творится. Без этого христианской жизни не получается, и семьи не построишь. И апостол Павел в одиннадцатой главе послания Коринфянам третьим стихом говорит, «Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, благоразумному мужу глава Христос». Сейчас направляется атака на семью, разрушить семью до конца. Институт семьи, установленный Богом. Все силы ада поднялись на это. И пропагандирует, особенно в этой стране, где мы живем, пропагандирует небиблейский образ жизни, который направлен на разрушение семьи. А нас, Бог, мужскую половину, нас с вами, братья, дорогие мужья, Бог поставил для того, чтобы нам быть руководителями, быть священниками, быть свидетелями Господними, быть служителями Его, быть присвятерами в своей домашней церкви. А враг старается направить в эту «Порожу пастыря, и что дальше?» Овцы рассеются, он знает, куда бить. Он не с детей начинает, с маленьких. Он знает, что если мужа сразишь, вся семья покатится. И жена пойдет под горку, и дети пойдут покатятся. И он это знает, и он стреляет, знает. Как помните, говорит, не воюйте ни с кем, только с царем, как была война в Израиле, в одни Ахава. Говорит, ни с кем не воюйте, а вот с царем только воюйте. И действительно, царя, как только убивали на войне, все, войско разбегалось. Так и на нас с вами направлены эти силы ада, для того, чтобы нам сразить не в лоб, так в затылок, любой стороны, ему все равно, с какой стороны, атаковать нас с вами. Атаковать для того, чтобы лишить нас главенства Христова, всякому мужу глава Христос, чтобы нас обезглавить. А тогда начинается, тогда безрассудство, тогда начинается, всякое извращение, всякая нечисть ледь. Почему? Как они не искали Бога в разуме. Что? Предал их Бог превратному уму. Делать непотребство. Все непотребства лезут. И на чем только не зависают, не только на компьютерах, не только в казино, не только еще на чем. Враг гонит вот в этом направлении, для того, чтобы мужей, нас, христиан. Лишить вот этой головы. И мы обезглавленные становимся. Апостол говорит, хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, голова от головы все исходит. Это центр управления нашего. И если человек обезглавлен, то он все, мертвый. Он вроде ходит по земле, вроде что-то делает, но он мертвый. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Потому что обезглавил. Это сказано ангелу церкви. Сардийской, по-моему. Церкви сказано. И он его обезглавил. Как он подошел это? А он руководитель церкви. Он говорит, ты покайся и утверждай прочее близкое смерти. Смерть входит в дома ваши, и в церковь входит эта смерть. Когда служители обезглавливают или нас, мужей, в семье, враг старается обезглавить, и тогда он делает свое дело легко. Глава Христос. Всякому мужу. Хочу, чтобы вы знали, братья и сестры, и особенно братья, мужья. Знать его власть. Иметь главой у Христа, это значит его волю. Знать прежде всего. Овцы мои слушаются голоса моего и знают голос мой. Для нас надо знать. Иисус Христос знал волю Отца моего небесного, своего небесного. И нас он призывает, чтобы мы знали его волю. Что Бог, как поем в псалме, знаю я, что мне можно, и что мне нельзя. Знаю, что хорошо, и что плохо. Что Бог требует от нас. Что мы должны исполнять. И когда мы имеем эту связь, знаем волю Его. Тогда мы имеем с Ним отношение. С Богом. Через Слово Его и через молитву. Если это прерывает, что такое Слово Божие? Слово это пища и питье. Без воды, ну, не знаю, трое суток или четверо, человек выдерживает. Но без пищи побольше. И умирает человек без этой пищи. У нас есть возможность запасаться этой пищей, чтобы иметь это Слово внутри, и питаться этим Словом, даже тогда, когда его нет физически с нами. И второе молитва – это дыхание. А без дыхания человек, вот, закройте нос, долго вы продержитесь. Как это прекращается, все человек умирает. Так и отношение с Богом строится. Через Слово Господне и через наше молитвенное общение. Ну, и через служение Ему. Оно должно выражаться. В чем-то, через вот эти дары, которых нам брат передо мной говорил. И когда мы имеем это общение, то мы «жив будет мною», написано. Помните? «Жив будет мною». Человек живет духовно. И тогда вот эта жизнь Христова, жизнь Божия, она в нас пребывает и возрастаем, освящаемся, преображаясь в тот славный образ. Похожими становимся на нашего Господа Иисуса Христа в наших поступках и проявлениях. Итак, обращайтесь благоразумно с женами. Так вот, мы рассуждали о том, чтобы нам быть благоразумными, то надо иметь правильные отношения со Христом. Это надо искать лицо Его. Это надо молитвенное общение. Это надо Слово Божие, в котором пребываем день и ночь. Тогда мы мужья настоящие. Тогда не просто ходит человек, вроде живой, вроде большой, здоровый, а пообщаешься – пустота внутренняя. Торичельева. Пустота. И от этой пустоты жена ничего не получает, от этой пустоты ни дети ничего не получают, а безглавленный или мертвый. И вот дальше нам говорит Господь через Петра, обращайтесь благоразумно с женами своими, как с немощнейшим сосудом. Поэтому вот это благоразумие, оно надо в отношении к жене своей, во всех проявлениях, во всех видов отношения. Когда мы читаем Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха, там написано, «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна и порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любить самого себя». Вот здесь апостол Павел уже пишет Ефесянам о том, как любить. Христос сказал, «Заповедь новую даю вам». Помните? А в чем новая заповедь? А в том, что «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». В Ветхом Завете тоже было «Любите ближнего своего». А вот именно новая заповедь в том и заключается «Как я возлюбил вас». Он здесь сравнивает отношение мужу к жене и отношение Христу к церкви. «Любите своих жен». Обратите внимание, «Любите своих жен мужья». Не чужих, а своих жен. Это та любовь, которая только к жене твоей относится. К детям уже другая любовь, к ближним другая любовь. К членам церкви мы тоже любим друг друга. Да, к церкви любовь. А вот здесь отписано «Любите своих жен». Не бросайте глаза на других. Любите так, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Обратите внимание, какое качество Христа открывается здесь? Жертвенность. Самое первое качество. Христос – голова у мужа. И вот Он учит нас, чтобы у нас была эта жертвенность, преданность. Он предал, собою пожертвовал, у жизнь свою отдал за нас. Мы еще дальше порассуждаем, каких обстоятельств, как Он отдал эту жизнь, какой была эта церковь и какие мы с вами. И Он говорит, отдал себя, чтобы осветить ее. Слышите, братья? Нашу задачу ходит освящение жены. Это наша задача. Чтобы освящать жену свою. Как мы можем освящать его? В браке мы исповедуем тройное единство духа, души и тела. Это только в христианском браке. Вот это единство. Осветить ее. Вы знаете, мужья, как я сказал, мужья находятся за рулем своего семейного автомобиля, если так выразиться. И куда он зарулил, туда и машина поехала. Вот какая опасность. Куда мы направим, туда и поедет. Или к Богу мы направляем свою машину, или наоборот, от Бога куда-то уводим. И если ты обезглавился и не видишь, куда идешь, или куда едешь, катастрофа бывает для всей семьи. И такие семьи, они известны, когда мужья терпели вот это поражение и предал себе, чтобы очистить ее баню водную. Христос очищает церковь свою. И мужьям это поставлено в пример, чтобы они заботились о духовном состоянии своей жены. На нас задача. Мы когда-нибудь беседуем с ней о Слове Божьем, беседуем мы с женой своей, тогда, когда вернемся с собрания, что Бог нам сегодня говорил, рассуждаем об этом, молимся, или беседуем просто читая Слово Божие совместно. У многих семей этого нет. Нет совместного чтения Слова Божия, нет совместных молитв. Это уже духовная связь порвана. Это уже разрыв происходит на духовном уровне. Он говорит, чтобы очистить его, чтобы представить себе славную церковью. Когда мы живем вот такими духовными рассуждениями, оно происходит очищение нашего внутреннего человека. Почему? Потому что Христос сказал, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Это Слово, как вода, баню водную, вот это сравнивается к Слову Божию, как вода, она производит эту работу очищающую в нашей жизни. И чем мы больше рассуждаем над Словом Божием вместе с женой, тем жизнь наша, тем жизнь наша преображается, тем ближе контакт. Тогда и на душевном уровне, и на физическом уровне все нормально будет. А когда нет вот этого, именно начинается с духовного, общения вот этого не происходит духовного, то бывают проблемы на остальных уровнях. Любите своих жен. так мужья должны любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, напитает и греет ее, как Господь Церковь. Значит, наша задача питать и греть, как Господь Церковь. питать и греть. Ну, физически вроде заботимся, все мы на работе, где-то работаем, деньги зарабатываем, жене приносим, но бывает, мужья останавливаются на этом и говорят, я тебе деньги принес, что тебе еще надо? А ей много еще надо. И мы должны это делать. Это мало, что мы заработали на хлеб насущный и на билы, которые надо заплатить. Питает и греет Христос Церковь. Это на нас лежит ответственность питать и духовно питать. Мы уже рассуждали об этом. Что значит духовно питать? Беседовать, общаться с нею, о духовных вещах беседовать, рассуждать, исследовать, изучать, знать ее внутренний мир, духовный мир, содержание жены своей. Питает и греет. А что такое греть? Кто-то посмеется, думая о чем-то, что вот вдвоем теплее, нежели одному. Греет. Это, прежде всего, когда душа согревается в общении с мужем, у жены. и на нас это ответственность. Мне приходится сталкиваться с семьями вот в последнее время, и вы знаете, они что выражают, с женами беседуя, не хватает общения, не хватает внимания. Да, он все делает, да, он приносит, обеспечил и домом, и машиной, и все, кажется, есть, но душа сохнет ее, смотрю, душа сохнет, не хватает внимания, не хватает заботы, они ж не мощнейший сосуд, братья мои, мужья возлюбленные, и у них в этом потребность есть, это естественная потребность, греть человека, чтобы ей тепло с тобой, душой становилось, чтобы был ты вот этим огоньком, когда придешь домой, как бы ты устал и не был, но для жены, чтобы ты мог подойти, обнять, поцеловать ее, внимание ей оказать. Христос это делает для нас, питает и греет, душу согревать, а она вот бывает дома, когда одна находится, не работает, там дети, и за дня в день почти одно и то же, вот это однобразие бывает угнетает их, им хочется куда-то вырваться, может, надо куда-то и поехать, чтобы побыть вам вдвоем в общении, чтобы душа ее согрелась, чтобы тепло это вас съединяло, чтобы не было между вами пропасти, чтобы вы ледяными не были, чтобы не охладела любовь по причине умножения беззакония, когда она умножается, и вот эта любовь охладевает. Я прочитал в одной книге семь степеней, семь этапов семейного гриппа. это первый год. Мое золотце, меня очень беспокоит твое состояние, у тебя такой ужасный насморк, что я просто не представляю, как ты еще держишься на ногах. Я сегодня же отвезу тебе больницу, чтобы ты там отлежалась и проверила свое здоровье. Я знаю, что там больничная еда может не понравится, я принесу тебе обед лучший, который приготовлю. второй год. Послушай, дорогая, мне не нравится твой кашель. Я позвоню доктору и позвонил доктору и попросил его приехать. Не могла бы ты хотя бы ради меня лечь в постель? Третий год. Может, ты все-таки ляжешь? В таких случаях отдых помогает лучше всего, а я приготовлю что-нибудь поесть. У нас остались какие-то консервы. Четвертый год. Дорогая, мне кажется, что после того, как ты покормишь детей и вымоешь посуду, тебе следует немного отдохнуть. По крайней мере, не всю квартиру убирать. Пятый год. почему ты не выпил аспирин? Шестой год. Может, тебе стоило бы прополоскать содой горло вместо того, чтобы весь вечер кашлять, как тюлень? Седьмой год. Пожалуйста, пересмаркаться, если ты хочешь заразить, или ты хочешь заразить еще и меня. что не так? Честными давайте быть. Я не имею в виду, может, в этом, в другом. Но любовь охладевает, а Христос церковь, Он пытает и греет и до сих пор. И греет, вот какие мы есть, вот такие греет нас. Словом Своим, любовью Своей, вот той благодатью, о которой брат говорил, Он греет нас и согревает души наши и сердца наши. Чуткость, внимание к проблемам. вот чего не хватает в нашей жизни. Муж как рыцарь, как защитник. Вспоминаю беседу с одним пресс-фитером в России, был на миссии, встретился. Он новообращенный вот с этих новых русских бизнесмен был. И как-то ему слово Божие кто-то привел его в собрание, короче, он покаялся. Он покаялся, он привык к начальникам чувствовать себя. Жене говорит, и ты же должна каяться идти. Она говорит, я не пойду. Как не пойдешь? Его все слушаются. Он ее и так, и так пытался. Она говорит, это твоя жизнь, а у меня своя жизнь. Не поймет ничего, что бить он уже, не может ее. Идет и пастору жалится, и все. И как-то говорит, он мне сам рассказывает, как-то говорит, она пришла поздно. и пьяненькая. Где-то вечеринка какая-то была в час ночи и легла спать. Лежит рядом, от нее таким перегаром винным несет. А я лежу и думаю, это же от нее вот так несет первый раз. А я же с ней прожил 15 лет. и каждый день дышал на нее этим перегаром. И потом лежу и рассуждаю так. Утром она проснулась с виноватым видом, села на кровать и сидит, молчит. А я встал. Это относится к питает и греет. Подошел к ней, встал на колени, обнял ее ноги и говорю, прости, дорогая. Она глаза вот такие открыла и не поймет. Она себя виноватой чувствует. А я говорю, прости. Она, чего? Чего ты просишь, мол, прощения? Он говорит, ты знаешь, ты пришла поздно и выпивши пришла с таким перегаром от тебя. А я подумал, а я же на тебя каждый день 15 лет этим перегаром дышал, и ты меня терпела. Прости меня, ради Бога. Она смотрела, смотрела, глаза налились слезами, упала около этой кровати рядом с ним на колени и каяться начала. Он уже сейчас пресс-фитером, она у него помощником служения. А пока он ее гнул, мужья, вы главы, жене глава муж, не главари, а главы. А быть главой это быть похожим на Христа. Он предал себя за нас. Он был унижен и смирился до смерти и смерти крестной ради нас, для того, чтобы нам, нас спасти. Поступайте, как с немощнейшим сосудом. Грубость наша, она разрушает семьи, она разрушает сердца, она заставляет жен искать где-то тепло на стороне, если мы не дали это тепло доме своем, в своей семье. Оказывать им честь, как сонаследницам благодатной жизни, честь, уважение. В 31 главу притч, 28 стихом написано, встает муж и хвалит ее. Мы как-то не привыкли хвалить. Писание говорит, встает муж и хвалит ее, вот эту добродетельную жену, как бы ни возгордилась, еще над мужем превознесется. А вы знаете, когда мы хвалим, Писание нас говорит, поощряя к любви и добрым делам. Когда мы детей своих за что-то похвалили, они маленькое сделали, у него появляется вдохновение что-то большее делать, что не так. Точно так и жен. Если мы замечаем что-то доброе, поблагодарить, похвалить, апостол Павел по отношению к церквам ставил одну церковь пример другой. Это ободряет человека, вдохновляет человека, чтобы не были к ним суровы. и оказывать честь как сонаследницам благодатной жизни. Что такое благодатная жизнь? Ну, некоторые пишут, что это благодатная жизнь, и вот такой, которая в семье складывается, когда жена красивая внутренняя и внешняя, когда муж любящий подобен Христу, и у них все нормально, но не всегда так в жизни происходит. Оказывать честь как сонаследницам благодатной жизни, я думаю, это тоже относится к вечности. У нее Бог-Отец есть, она представитель Царства Небесного, и если ты грубо к ней поступаешь, или вероломно, как пророк пишет, говорит, я был свидетелем, когда ты поступал против жены своей вероломно, не знаю, молодежь, понимаешь, что такое вероломно, это нагло, это не то, что неуважительно, это с насилием каким-то связано, вероломство. Он говорит, я был свидетелем между тем, как она жена твоя законная, которую призваны мы любить. и почему это все и для чего? Он говорит, чтобы не было вам препятствия в молитвах. Оказывается, если я не поступаю вот так своей женой, небо закрывается для моих молитв. Небо закрыто для меня, если я поступаю вероломно, если я поступаю грубо, если я поступаю нечестно, небо закрывается для моих молитв. мы говорим об идеальном положении, когда и жена правильно поступает, так, как написано в первых шести стихах, и муж, так, как написано в седьмом стихе, но жизнь, она сложнее немножко. И не всегда гладко все бывает. Бывает одна сторона правильно, а другая сторона ни любви не замечает, а другая сторона ни заботы этой не видит, а другая сторона проявляет полный эгоизм, это или муж, или жена. Что тогда делать, если я стараюсь, а вот она как будто не видит всего этого? Для нас, мужья, важно выполнить свое назначение. которое Бог предусмотрел для нас. Для нас важно остаться верными в том, что Бог мне оставил. Я перед Богом приду и не скажу Господи, да я вот был такой раздражительный, нетерпеливый и такой, потому что у меня жена такая. Это Адам уже давно сказал. Помните? Жена, которую ты дал мне. И этот адамовский дух у нас бывает. А нам надо перед Богом ответить за себя. Я так не скажу Богу. Бог Христос скажет, я тебе оставил пример, как я поступал. Благоразумно, как с немощнейшим судом, и оказывать им честь, как с наследницей благодатной жизни. Последний рассказ про пожарника. живет семья молодая, не ладится в жизни. Он в компьютер ударился, завис на всякой грязи. Она свой роман заводит, он пожарник, она медсестра. Он расстроенный отцу обращается, все, отец, я так жить не могу, я развожусь с женою. Отец выслушал его и говорит, ну, сынок, что я тебе могу посоветовать? У меня тут есть вот, тетрадочка, она мне помогла, нам помогла в жизни, может, тебе поможет. Вот тебе здесь, ты мужик или мужчина, можешь ты 40 дней вытерпеть? Вот тут на каждый день написано, что тебе делать, независимо, как она к тебе будет относиться. Ну, это его взяло, пожарник, я должен вытерпеть. Ну, первый день там написано, ты цветы ей подарили. Он первый день цветы ей, как положено, купил, приносит. Она берет цветы эти в гарпич, выбросила. У него, естественно, все внутри перевернулось. На второй день он должен что-то приготовить ей там. Она, ну что, подлизываешься? Она решила уже все, семью порвать. Он опять, после третьего дня он звонит отцу, отец, ничего не работает твоя эта схема. Значит, отец, ну, ты, сколько дней? Он говорит, ну, три дня. Ну, ты же 40 дней можешь выдержать? Ну, ладно, значит, 40 дней. А там все расписано, что каждый день ты должен делать. Но он держит еще дни, там, сколько-то. Опять звонит отцу, отец, это бесполезное дело. Я уже вижу, что это... Он говорит, ну, ты 40 дней вытерпи, потом, значит, уже решение вынесешь. И отец приехал к нему. они ходят, усадьба такая большая, и на усадьбе, это в Америке, стоит крест. И вот они с отцом подошли и у этого креста остановились. Он делится своими переживаниями, что я стараюсь к ней и то, и другое, а она все отметает. Он, значит, и остановились у креста и стали о кресте рассуждать. Он говорит, а вот так-то Христос-то возлюбил нас, грешных. Мы же, говорит, все отметаем. А Он за нас жизнь положил. А Он за нас пострадал. И за тебя. И за нее. И терпит тебя вот такого по сей день. И меня, и каждого из нас. Мы все милостью Его живем. Вот стали рассуждать о любви, о жертвенности Христа, что она независима от того, как мы поступаем, Христос, написано, Он греет и питает нас. А какие мы? Как Христос церковь. А мы какие, братья и сестры? Заглянем в свою душу, заглянем в свой мир, в семью свою. Зайдите. Со стороны. И посмотрите на себя и на жену свою с утра до вечера. Чем мы заняты? О чем мы рассуждаем? Вспоминаем мы Господа или благослови на эту ночь и на этот день и достаточно тебе, Господи, хватит внимания и любви моей к тебе. И вот тут произошло его покаяние. Он у этого креста становится на колени и кается. Он понял, что Бог к нему относится гораздо милостивее, нежели он к своей вот этой жене, вот такой, которая все отметает. Ну, короче, 40 дней он выдерживал до конца, но ему стало уже легче после его обращения. И, короче, к концу какая история происходит. Она заболела и он за лекарством сходил, принес. Она взяла да нашла эту тетрадку и поняла. Она ему все задавала вопрос. А что ты ко мне так относишься? Ты же раньше не относился так. Нашла и поняла, что он по тетрадке по этой. И говорит ему, ну и какой же сегодня день? А он говорит, 46-й. Она говорит, ну 40 дней-то уже кончилось. А он ей говорит, да ты знаешь, я уже как-то по-другому не могу. Как Христос церковь. Ну, она выздоровела, бежит, на работу пришла, а у нее мать парализована, теща, то есть, его лежала. И она все просила его раньше кровать ей купить, которая для парализованных. А он на яхту деньги собирал 20 тысяч. А перед этим он подошел и кровать эту 20 тысяч выложил и купил кровать для тещи. Она этого не знала. Она думала, этот ее друг, доктор, оплатил. Приходит эта продавщица, говорит, кровать-то, ой, твой молодец. Говорит, она думает, ой, видишь, какой доктор этот хороший. Она говорит, да нет, муж твой. Она говорит, как? Говорит, да, так. Твой доктор только 200 долларов дал, а все муж заплатил. И в ней полный переворот происходит. Она все осознала. Бежит в эту пожарку, со слезами обнимает мужа своего. Наступает вот это примирение. Достигайте любви. Мужья, любите своих жен, как Христос, церковь, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Аминь.